итак поехали в эфире колдун сегодня мы разберем связку selenium и python версия python selenium и python будет приложена на моем аккаунте youtube под этим роликом хотя могу и здесь назвать python у нас версия 2.7 firefox версии 45.5 selenium версии 2.53.6 мы будем разбирать нахождение веб-элементов и несколько примеров разберем работы с веб-элементами для начала открываем ipython как мне кажется самый удобный интерпретатор python внимание описанная связка firefox и selenium должна быть именно такой версией который я назвал потому что многие очень много багов между другими версиями названная мной связка она одна из самых стабильных и 45 firefox и 253 selenium итак откроем яндекс что ли простейший пример это попытка ввести что-нибудь строку поиска и найти это с помощью selenium что нам для этого нужно для этого нам нужно получить доступ к двум элементам первое это поле ввода текста вторая кнопка что мы делаем дальше мы смотрим каким образом мы можем получить доступ к этому элементу в идеале хорошо иметь уникальный айди вот здесь есть айди у этого элемента не всегда в веб-элементов есть айдишники и он текст но он может быть не уникальным то есть могут быть другие элементы с таким же айдишником чтобы это выяснить нам нужно найти все элементы с тегом input и посмотреть сколько их будет а на это каких-то элементов скорее всего будет много но нам-то интересно сколько элементов еще с айдишником текст распечатаем айдишники каждого элемента не торопится он совсем не торопится вот есть элемент с пустым айдишником еще ок то есть нам повезло элемент с айдишником текст всего лишь один поэтому мы можем легко его идентифицировать ништяк то что надо ну и теперь мы вводим текст мил но это должен был был быть field ну да ладно и внимание на экран мы ввели слово далее мы хотим кликнуть как мне кажется можно кликнуть даже по этому полю текст то есть послать туда интер но мы будем нажимать найти потому что это немножко сложнее итак это элемент с тегом button кнопка у него нет айдишника у него есть тип есть класс вот некоторые слова в этом классе выглядят как будто они уникальны можно попробовать найти элементы по классу если если количество элементов списке будет не больше одного то это тот самый элемент который нам нужен не больше одного внимание на экран теперь самое интересное как раз именно то ради чего я хотел записать этот урок это простейшее действие которое можно совершить с помощью селениума вот мы и нашли искомое слово а именно мы выполнили пользовательские операции пользовательские операции в браузере не прикасаясь к нему мышкой практически дальше все эти действия могут быть сохранены в скрипт и выданы стендалон как говорится надеюсь вам понравилось жду ваши комментарии и вопросы по вопросам я с удовольствием запилю и еще пару роликов на данный момент у меня в планах записывать такие рандомные микроролики до тех пор пока не появятся какие-нибудь интересные вопросы всем удачи изучайте питон всем мир пись пись за кадром за кадром за кадром за кадром до тех пор